На месте поставим защитный экран. Хорошо и мы приветствуем Ладу интересуемся готова ли она к диагностике доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо и я даю команду на счет три. Скеннер начинает сканировать пространство над головой Лады под ногами. Скеннер начинает сканировать систему тонких тел Лады находит все. Но у нее как копия какая-то стоит перед ней. Копия. Я даю команду на счет три. Копия отправляется в клетку-тюрьму. Один, два, три. Демон. Демон. Какое считает цифры над головой? 20 герц. 20 герц. Хорошо, отлично. Дальше. Он почему-то говорит, что нижние вибрации чем мои в ней не выдержат. Какие-то мантры он говорит. Она поет мантры или что-то. И что это? Демон, я вернусь к тебе еще со своими вопросами. Когда я тебя спрошу, ты будешь отвечать. Сейчас мы ждем окончания сканирования и хотим понять полную картину. Ну вот у нее демон. Да. Дракон красный. Красный дракон. Хорошо. Рептилоид грейв. Хорошо. Сколько грейв? Двое. Рептилоид цифры над головой? 320. И красный дракон. Одна голова, две, три. Или и числа над головой? Две головы. 3044. Дракон красный. Как долго ты находился в биополе в этом? И на каком основании, собственно говоря? Если ты сейчас мне скажешь... Десять лет, он говорит. Десять лет. Если ты мне сейчас скажешь, обучал голову, то я разозлюсь. Что ты установил в биополе красный дракон? Это твоя голограмма? Он говорит, что они вместе ее создали. Что значит вместе? Что она велика в защиту. Какие-то знания он ей приносил. С этими знаниями он получал энергию. Причем не только от нее, но и от других. Что-то он ей давал, что-то он получал. Дракон, ты знаешь, у меня такое ощущение, что ты меня считаешь здесь за идиота. И достаю печать. В моих руках появляется печать дракона. Один, два, три. И, включая на полную мощность... Он говорит, остановись. В чем тебе не нравятся мои ответы? Мне не нравятся твои ответы. Убираю печать. В том, что ты мне врешь. Она понятия не имеет, что ты находился в ее биополе. Обращаясь к Ладе. Я прекрасно знаю, у меня есть контракт. Да, хорошо. Сейчас мы этот контракт достанем. Лада, вы знаете этого красного дракона? Прямой вопрос к Ладе. Она говорит, что конкретно с ним я не заключала контракты, но интересовалась разными знаниями. Вы не заключали с ним конкретно контракт, но однако же красный дракон утверждает, что у вас есть с ним контракт. Как такое может получаться? Я хочу от кого-то из вас услышать это. Я больше верю Ладе, чем красному дракону. Итак, красный дракон, ты что-то мне не договариваешь? Я тебе даю второй шанс. У тебя всего три шанса. После третьего я открываю порта в галактическое ядро, и ты уходишь на переработку, потому что ты мне вообще не без пользы, без надобности, понимаешь? Лада даст команду, и я тебя отправлю в галактическое ядро. Я тебе даю вторую попытку. Ты сейчас мне рассказываешь. Он показывает, что он представился. Вот, начинай с этого. Кем ты представился? Богами. Божеством, скажем так. Божеством. Я не понимаю, какое из тебя божество, красный дракон? Я вот смотрю на тебя, я видел уже богов, но ты не похож на них. Ты хочешь сказать, что у тебя уровень 3044? Твоя осознанность должна теоретически находиться на высоком уровне. А я вижу перед собой какого-то маленького преступного криминального элемента, который пытается спасти свою шкуру обманом. Ты должен мне сейчас сказать, сколько процентов энергии ты с нее воровал. Что ты в ней установил? Каким обманом ты вошел? И что ты добивался? Какую энергию ты высасывал? И какими действиями? Если я не получу полностью всю картину твоих действий, я приступаю к воздействию на тебя. Говорит, что он с этого начал. Я уже сказала, что я какие-то знания давал ей, направлял ее. Хорошо, какие знания конкретно ты ей давал. Встречные вопросы. Разные, как вы говорите, эзотерические знания. Дракон, это не конкретно. Я тебя спрашиваю конкретно, какие знания ты ей дал. Конкретно, направление эзотерических одна тысяча. Большинство из них, так как она работает с людьми, я получал энергию не только от нее, но за это давал ей разные направления. Можно сказать, направлял. Сейчас я вернусь к твоим словам, то, что ты не только брал энергию от нее. Это означает, что ты подключался и сосал энергию с теми, с кем она работает, кого она лечит. Ты заражал этих людей через нее? Я давал им свою энергию. Дракон, это второе было предупреждение. Если ты еще раз ответишь мне абстрактно, а не на мой вопрос. Происходил обмен. И я даст, и удар дракону, 200 тысяч герц удар. Объясните, почему я тебя ударил? Говоришь, что ты ведешь себя как первобытный человек. Отлично. И умеет дискутировать. Абсолютно верно. Открывая перед его клеткой порта в галактической ядру. Один, два, три. Оставляю открытым. Так вот, слушай сюда, дракон. Ты не в том положении, чтобы мне диктовать в моей комнате диагностики условия. Я тебе задал конкретный вопрос. Что ты сделал, а не что ты дал? Ты мне отвечаешь второй раз. Что ты дал? Я отвечаю, что был обмен. Поясню. Это значит, я давал энергию и брал. Это и есть обмен. Что не устраивает в твоем ответе? Я не могу понять. Меня не устраивает в твоем ответе то, что она понятия не имеет об этом. Это твоя трактовка. Это твоя точка зрения. То, что ты ей давал. Ты спрашиваешь меня, отвечаю я. Закрывай портал. Хорошо. И второй раз спрашиваю. Лада, объясните мне ваши взаимоотношения с этим драконом. Он утверждает, что он вам дал много всего. Вы что-то от него получили? Она говорит, что она много чем развивается и интересуется разными направлениями. Реки, руны, карты, мантры, индийские, восточные, буддийские. Очень много чего прошло. Хорошо. Это тоже не относится к моему вопросу. Мой вопрос был. Вы в курсе каких-то знаний, которые вам дал красный дракон? Он утверждает, что он вам их дал. Я уже ответила, что я с ним конкретно не общалась и вижу его первый раз. Мои представления, мои знания приходили от моих учителей. Понятно. Вот он себя выдает за одного из вашего учителя. То есть вы учились у дракона. Вас устраивает такая постановка вопроса? Вы хотели учиться у красного дракона? Это было вашим желанием? Вы хотели ему отдавать свою энергию, жизненную энергию и ломать свою жизнь? Теряя свою энергию? Нет. А вот это его цель. Он зарабатывает только энергию, когда вы ее теряете. Он даст вам 10 направлений. Из них 8 будет ложных. Я бы хотела разорвать контракт с ним. Хорошо. Дракон, опять получается какая-то проблема у нас. Ты, по-моему, лжешь мне. Лада утверждает, что она никаких контрактов с тобой не хотела иметь. И твои знания не имеют никакой ценности. Как же так? Ты знаешь, дракон, я видел повыше тебя. Раза в три. И то, что ты мне сейчас вот это шоу делаешь. Он говорит, что я не понимаю, почему ты не слышишь меня. Я тебя слышу. Но ты услышишь меня сегодня тоже. Хорошо. Так, объявляю всем процедуры сегодняшней программы. Вы все обнаружены. Мы находимся легально в биополе. Лады. Вы находитесь нелегально. Сейчас начнется реверс энергии. Мы дадим вам всю чужеродную темную энергию. Заберем у вас всю светлую энергию по праву. После этого я дам команду каждому выйти и забрать все, что он оставил в биополе. После этого я проведу рассинхронизацию и проведу проверку двумя миллионами герц. Все те, кто проверку не пройдут, сгорят двумя миллионами герц в клетке тюрьмы. Такое бывало. Все из тех, кто пройдут проверку, будут уходить на свою чистоту в первый раз. Всем понятно? Да, понятно. Хорошо. Начинаем реверс энергии. Я даю команду тонкой копии Лады спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную, негативную, патогенную и низкую вибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы. И в сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродное по отношению к Ладе. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она получила от них, возвращается к ним. Хорошо, демон. 20 Гц. Как долго ты находишься в этом биополе и на каком основании? Давно сижу. Лет 25 уже. 25 лет? Дима, а что тебе так нравилось 25 лет находиться в этом биополе? Объясни мне. Человек переживает многие фазы. Меняется в корне. Но 25 лет сидит в биополе. Это что-то должно быть такое вкусное для тебя, что я сам не могу понять. Объясни мне, пожалуйста. Подарили мне ее. Вот давай начнем с этого. Хорошо. Так, это магия, да? Не просто магия. Это обмен душ. Обмен душ. Ритуал. Значит, кто-то провел ритуал. И что он сделал? Объясни мне, пожалуйста. Я должен понимать ситуацию. Там была какая-то... Подключил нижние... Подключил нижние мира? Да. Для чего? Какая была конечная цель? Забор души. Вот так вот. А кто это сделал? Кто конкретно ты хочешь знать? Демона, ты знаешь меня? Нет. Но я вижу тебя. Это еще не факт. То, что ты видишь. Я тебе могу просто другое объяснить сейчас. У нас есть два варианта нашей сегодняшней беседы. Два. Первый вариант. Мы решаем все до конца. Я тебе даю лярвы, которые находятся в ее биополе, расторгая все контракты. Убираю любую магию, которая находится. Все сжигается. Это уже моя работа. Ты никогда больше в это биополе не приходишь. При этом ты мне объясняешь, отвечаешь на все мои вопросы. Второй вариант. Ты уходишь без лярвы, вообще без ничего. Возможно, в два раза ниже, чем ты сейчас, меньше, чем ты сейчас есть. Возможно, даже без рогов. А еще я тебе сейчас покажу одну вещь. Она называется энергия царя Соломона. Один, два, три. И она появляется в моих руках. Убирай ее. Слепит. Слепит. Убрал хорошо, чтобы тебя не слепило, чтобы тебе было нормально. Первый вариант меня устраивает. Первый вариант тебя устраивает. Отлично. Тогда я тебя прошу содействовать мне и разъяснить всю эту ситуацию с этим ритуалом. Приступай. Объясни мне, пожалуйста, как это случилось? Что это за человек? Я его вытащу по-любому сегодня. Мне просто интересно узнать, потому что у меня есть подозрение, что это какой-то родственник. Его нет в живых. А, то есть он ушел уже из жизни, да? Где он находится сейчас? Внизу. Внизу. Поэтому она еще жива. А что ты хотела этим сказать? Поэтому она еще жива. Что это означает? Был проведен ритуал через христианский и Грегор. Да. Ее душа обменена на его. Какое-то время это продлило ему жизнь. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, демон, вот этот человек, который этот ритуал проводил, он жив еще или нет? Он не знает. Он не знает. А кто этот ритуал организовал? Этот человек жив? Женщина. Она жива? Он не знает. Хорошо. Душа, которая была обменена по ритуалу внизу. Тот, кто организовал, он не знает. Он сидит давно здесь. Я понимаю, 25 лет это очень серьезный срок. И поэтому меня это очень удивило. Но не беспокойся, демон. Я свое слово всегда держу. Если я тебе пообещал эти все лярвы, которые там за 25 лет твоего нахождения и от других сущностей образовались, я тебе их безусловно отдам. Хорошо, Вера. А как у нас с реверсом? Закончен. Отлично. Устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Лада забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Пошла энергия по каналам. Вся чистая, светлая, божественная энергия возвращается. Устанавливаем канал голограмми, который дракон установил. 1, 2, 3. Забираем всю чистую свою энергию. Все частицы, которые в ней остались. 1, 2, 3. Пошел назад, возврат. Ты знаешь, возврат идет от нее, но это не дракон установил. А кто? Это, как ее второе я. Имя, которое она поменяла, осталось у ней вот этой, как пластиной. И в ней есть что-то в голограмме, ей надо вернуть часть души, видимо. Хорошо, ждем пока это все. Ее суть осталась. Ее суть осталась. Она жива. Но из-за того, что имена, которые они поменяли, имя и фамилия, они очень похожи по вибрациям. И поэтому у нее нет такого раздвоения. Но все-таки часть ее, как прошлое, она осталась, и она никуда не ушла. Ее можно удалить, вернув ее суть или же часть души. Хорошо, давай сделаем еще один канал к этой голограмме. Один, два, три. Возвращаем суть души Лады. Один, два, три. Пошла назад, возвращается. Все назад, все, что на частоте Лады находится. Все частички ее души, все ее энергии, вся ее суть. Все возвращается назад до последнего микрона. После этого голограмма распадается. А знаешь, она как пепел превратилась, а Лада наполнилась каким-то светом изнутри. Хорошо. Ждем окончания реверса. Дело в том, что ее старое и новое имя очень подходит по вибрациям. Да. Поэтому она может быть единым целым. Сейчас вернув свой свет и чистоту. Отлично. Мы это вернули. Голограмма распалась. Рептилоид с Грэмми. Как долго вы находились в этом биополе? Пять лет. У вас есть что-то в квартире Лады? Есть. Хорошо. Я просто не слышу. У дракона тоже есть. И у дракона есть. Почему? Я говорю, просто мы после этого будем чистить квартиру. Если я вас второй раз вытащу. Не знаю. Хорошо. Хорошо. Это я могу просто неправильно понять. Хорошо. Поехали дальше. Так. Переходим сейчас. Давай начнем с демона. Демон, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Расскажи мне, где находится лярва в ее биополе. Покажи. И где еще? Ноги? У нее пластичный отдел и позвоночник на спине. Лярва. Лярва. Черная? Черная. Значит, старая. Хорошо. Снимай сначала все, что ты оставил. Должи мне о готовности. И я потом дам тебе разрешение, чтобы ты эти лярвы забрал. Приступай. У него подключка полностью идет. Бедра. Бедра. Ноги красные. Демон, какие боли это вызывало на физическом плане? Привыкла она к ним уже. В спине боли были. Боли в спине. Хорошо. Теперь знает Лада причины боли в пояснице и спине. Это пока ковы на поясничном тазобедренном составе. И ниже идут многие подошвы, щек, колотки. А ковы? Не ковы, а такие, как сковывающие какие-то. Я понимаю, это демоны или это магия? Демон снимает это. Хорошо. Понятно. Готово. Хорошо, демон. Я тебе разрешаю снять эту лярву. Забирай все. Не оставляй ничего. Готово. Отлично. Хорошо. Я прошу сейчас рептилоида, чтобы он дал команду Греям. И они вышли и вытащили все, что они оставили в биополе. И объяснили одновременно смысл действия вот этих присадок, которые они установили. Приступайте. Голова. Конечно. Голова вашей. Хорошо. Грей какую-то реакцию вызывал на физическом плане? Как она это чувствовала? Ваши присадки? Какие боли это были? Да. Какие-то резкие мысли. То есть, как стрелы мысли у нее пронзительные. Не дающие покоя. Вот как. Они подкидывали ей как мысли разные. Негативные. И какую-то реакцию. Думала, думала постоянно. Она постоянно. Продела энергии на них. Вот. Только эта энергия, они просто могут питаться. Пустой энергией. То есть, эти энергии, вы их не обучали, случайно, вы ее не обучали каким-то там эзотерическим знаниям, как драконам здесь рассказывают? Или вы ее просто продвигали? Говорят, что она прогрессировала сама, а мы забирали космическую, ну, верхние энергии. Да. И с третьих глаз, и с космосом. Это понятно. Скажи мне еще один вопрос, рептилоид. А вот, мне было бы интересно, на какое учение конкретно вы зашли? Или нету такого учения, на которое вы зашли? Это вам только принцип важный. Принцип. Хорошо, понятно. Просто мы знакомы с многими учениями, которые есть. Это для вас есть учения и поиски. Ну, хорошо, все проходят этот путь. А мы заходим на энергии. То есть, ты хочешь сказать, что всем, кто ищет, предстоит пройти встречу с вами? Нет, я хотела сказать, что нам даны знания. Какие? Многие. Те, что вы на земле забываете, начинается поиск себя. Ты понимаешь, с кем я разговариваю сейчас? С рептилоидом или с Грэмми? С рептилоидом. Хорошо, ты понимаешь, дело в том, что вам не стирает память, как нам, при рождении на этой планете. Это я говорю. Вот. То есть, вы практически используете этот шанс в своих целях. А почему у вас такого нету, как у нас? Ты представь себе рептилоиду, ты родился, и ты ничего не помнишь. Ты не помнишь, кем ты был в прошлой жизни. И ты ничего не знаешь. Вообще ничего. Это не только мы. Это не наш стиль жизни. Это стиль жизни Земли. Это стиль жизни Земли. Понятно. Стирание памяти. Это не мы придумали. Не нам это убирать, не нам это решать. Но просто надо было этот вопрос как-то обсудить. Хорошо, они закончили это все? Да, сняли. Хорошо, выходит сейчас Красный Дракон снимает все, что он оставил в биополе. Все платы, все подключки. Все вытаскивается. У него накидка есть на плечах. Какой был смысл этой накидки Дракон Красный? Что оно на физическом плане? Как оно показывалось? Давало ей уверенность, что оно идет в правильном направлении. Смелость. Хорошо, это то, что ей давало. А как оно на других людей действовало? Отталкивало их? Наоборот. Ее смелость привлекала других людей. А какую ты из этого имел пользу? Обмен энергиями. Они получали мою энергию, а я получала их энергию. Вот как. Интересно. Готово. Я вытащил, плату вытащил, накидку снял, подключки убрал. Это много было? Просто он сидел долго. 10 лет. Хорошо, переходим к процедуре рассинхронизации. И я даю команду на счет 3 на рассинхронизацию энергии ладость, энергии демона, красного дракона, рептилоидов и греев. А также килограммы. 1, 2, 3. Начинается рассинхронизация до числа значения 100%. У меня от рептилоидов какая-то тяжесть в голове была. Рептилоид, что это за тяжесть? Он говорит, что назовем это тяжесть знаний. Вот эти вот мысли, которые они ей подкидывали. Они как утяжеляли ее. Хорошо, ты мне скажи. Я не надумала. Я понимаю. А, вот как понятно. Хорошо, скажи мне, вы реально, вот если объективно, без обмана, вы чему вы ее научили? За 5 лет пребывая? Рептилоиды больше забирали, научил ее дракон. Открыл много путей, показал направления разные, информация ей приходила. Он все правильно сказал, это был обмен энергиями. Хорошо, дракон, хорошо, понял. Благодарю рептилоид за ответ. Мы никогда не воздействуем на тех, кто приходит по взаимному согласию. Они рассинхронизировались. Отлично, хорошо. Рассинхронизация прошла. Подхожу к Ладе, кладу руки ей на плечи и даю мощный импульс. Высокое аббрационное шоковое удары, сжигая все каналы к интерферентам. Значит, 3, 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы к интерферентам. Готово. Открывается портал галактической ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатай, растворяй. Есть. Хорошо. Так, мы сейчас будем расторгать контракты. Кто хочет из вас остаться и посмотреть эту процедуру? Или же я буду отправлять вас назад? Если вы мне на слово поверите, что я сожгу все контракты. Кто не верит? Кто хочет задержаться? Они все равно прочувствуют это, где бы они ни были. Это одно и второе у рептилоидов. Да. Рептилоида и дракона в доме установки. Понятно. Хорошо. Тогда мы сделаем следующим планом. У рептилоида и красного дракона. Я вас сейчас... Сейчас вам открою портал в квартиру. Вы пойдете назад. Соберете все, что вы оставили в квартире в этой. После этого я через полчаса приду, или 20 минут, и выпущу вас потом на вашу чистоту. Все понятно? Грей тоже. Грей, конечно, вместе с рептилоидом уходит. Хорошо. Показывает на балконе. Что? На балконе. Показывает балкон, да. Все понятно. Хорошо, я даю команду. На счет 3 открывается против часовой стрелки портал в квартиру. Лады. 1, 2, 3. Красный дракон уходит в этот портал. Вместе с ним в этот портал уходят рептилоиды. Грей. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Так, у нас там еще осталось, по-моему, пепел от этой голограммы, да? Есть. Открывается внизу портал в галактической дроби. Пепел улетает в галактической дроби на переработку чистой первичной энергии. Хорошо, Демон. Ну, ты, в принципе, тебе жаловат. Не на что ты получил все, что ты хотел. Мы все будем заканчивать здесь. И отпускать или хочешь посмотреть? Нет, отпускаю. Что у меня тут в клетке? Согласен. Хорошо, договорились. И я даю команду на счет 3 открывается внизу против часовой стрелки портал на чистоте демона. 1, 2, 3. Он забирает все, что он с собой принес и уходит безболезненно на свою чистоту, забывая дорогу назад. Закрывай, опечатывай и ставь угненную пентаграмму. Готово. Хорошо, Вера, у нас сейчас начинается интересная часть. Это называется проверка по частотам. Хорошо. И я даю команду, переходим на чистоту магической воздействия. 1, 2, 3. Если таково есть, оно проявляется. Проявляется очень отдаленный фантом. И этот фантом отправляется в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Притягиваю полностью в клетку-тюрьму ответственного за это магическое воздействие, где бы он ни находился. Выставляем экран перед клеткой. Кто у нас там? Ты знаешь, там два таких каких-то фантомных свет, ну как белые такие силуэты, но они настолько далеко. Хорошо, мы их видим на экране, значит, 3, 1, 2, 3. В том мире, где они находятся. Они оба внизу. Оба в аду, да? Какой уровень? Считай информацию. Ну идет, что это уровень бесов. Уровень бесов. Значит, они бесами стали. Хорошо. Те люди, которые провели этот ритуал, стали бесами. Замечательно. Вот так все быстро это бывает. Они стали, но они там. Они там. Хорошо, они нас слышат? Нет. А мы можем как-то с ними установить связь? Устанавливаю связь сил моего намерения с этими двумя бывшими людьми. Они все еще души. Хорошо, к этим двум душам устанавливаем связь. 1, 2, 3. Ответственны за это магическое воздействие. Они меня слышат? Но я не могу видеть четко, что они слышат. То есть я все еще вижу вот эти два фантома. Задай вопрос, если ответ придет. Хорошо, я обращаюсь к тем, кто послал магию сейчас в ладу, сделал обмен этих душ. Это вы ответственны за эту операцию? За это воздействие? За этот ритуал? Это, да. Зачем вы это сделали? Чтобы спасти сына в жизни. Вы спасли ему жизнь? Нет, но я продлила. И не жалею об этом. Вот как. То есть не жалеешь о своей магии, да? Считай, пожалуйста, сколько лет этой магии, Вера? 1, 2, 3. 28. 28 лет. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Выстраивается канал от лады к этим двум фантомам, ответственные за это магическое воздействие. И возвращаем им всю эту чернень, всю эту боль, все, что они ей дали за 28 лет ее жизни, на счет 3 до последнего микрона, возвращается к ним, где бы они ни находились. Да будет так, а так и есть. 1, 2, 3. Пошла энергия. Возвращается все назад. Там, знаешь, очень много мыслей негативных. От них? Наводящие до алкоголя. А, вот как. Суицидных мыслей. Это все возвращается сейчас, Вера? Возвращается, но им это только приятнее, что ли, чернота. Отлично. Пусть этот чернень забирает свою черноту, освобождаем ладу от нее. Все уходит назад, они оттуда уже никогда не вернутся. И, знаешь, поток ветра уходит, вот эта чернота, и такое ощущение, что у нее с рук и с ног оковы какие-то улетают туда. Все оковы улетают, все устанавливаются на те же места, на этих бывших душах, на этой черне, на этих колдунах. Готово. Паразиты. Отлично. И подхожу. Сейчас кладу руки на плечи и сжигаю этот канал магически. 1, 2, 3. Готово. Открывается портал против часовой стрелки, и эти фантомы уходят на свою чистоту. 1, 2, 3. Убираю экран перед клеткой. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, поехали дальше. Экземпляры контрагента, а также и всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. 1, 2, 3. Выходят договора. Ну, немного что вышло. Вообще, о ней идет информация. Да. Она с Ориона, и она жила в Египте, и обладала многими знаниями, связанными с пирамидами. Поэтому она хватает со всех сторон сейчас знания. Все нам доступно, но не все нам полезно. Хорошо. Немного контрактов вышло. Подсвечивается контракт с демоном. 1, 2, 3. Есть. Подсвечивается с драконом. Есть. Отлично. Хорошо. Все на месте. Она готова с ними расстаться? Она готова, потому что она сейчас чувствует свою силу, знает, откуда она. Ей не нужны все эти контракты. Абсолютно верно. Пусть. Хорошо, я говорю вслух, а Лада повторяет за мной. Внутренняя власть у моего суверенного я. Я объявляю. На счет 3 все контракты улетают в галактическое ядро, аннулированное. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Лада. Как вы себя чувствуете после чистки? Отлично. И самое важное, что я знаю, кто я. Это верно. Но сейчас мы переходим к самой интересной части нашей работы. Это вопросы к вашему куратору. Сейчас будем его вызывать. И я делаю запрос в энергоинформационном поле. И приглашаю прийти в нашу комнату диагностики. Куратора или учителя Лады. У нас двое. Женщина и мужчина. Снимаются все маски. Голограммы фантомы предстают перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК. Представьтесь, пожалуйста. Мы приветствуем вас. Как нам обращаться к вам? Вы кураторы или учителя? Мужчина-учитель. Его зовут Хорос. Хорос. Он говорит, что у меня много имен, она поймет. Назовите меня Хорос. Приветствуем вас, уважаемый Хорос. Женщина Вета. Вета. У нас еще просто никогда не было, когда учители и куратор приходили вместе. Она развивается, поэтому учитель рядом. Вот я просто хотел сказать, потому что учитель приходит тогда, когда ученик готов, не раньше. Значит, мы все-таки достигли какого-то момента. Вернее, она лично своей работы достигла момента, когда учитель пришел. Это так, уважаемый Хорос? Это так. Благодарю вас. Итак, я приветствую вас. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваша подопечная Лада. Мы начнем с традиционного вопроса «Откуда я? Кто я? Какая моя душа? Изначальной энергии?» Орион. Орион. Созвездие Орион у нас в первый раз. Итак, какой уровень моего высшего «я»? 11. Какой процент негативной энергии я набрала? 22. 22 процента. Благодарю вас. Могу ли я продолжать работать с людьми, как я работаю сейчас? Какие я допускаю ошибки в работе? Как определить, кого я могу взять на чистку, а кого нет? Что могу убрать, а что нет? Понятно, что это зависит от самого человека, но есть ли его намерение таково? Получится ли у нее расторгать контракты и договора? Как написала? Есть вопрос об одном. «Начни сначала, я буду отвечать по порядку». Хорошо, я буду по чуть-чуть отвечать. Могу ли я продолжать работать с людьми, как я работаю? Нет, не сможешь. После того, когда ты знаешь, кто ты, ты должна будешь активировать свои энергии и выставлять защиту перед работой с людьми. Благодарю вас. Следующая часть вопросов. Какие я допускаю ошибки в работе? Жалость. Первая ошибка. Многие используют тебя. Более чем достаточно. Благодаря твоей жалости. Благодарю вас. Такое есть на земле, к сожалению. Следующий вопрос. Часть вопроса. Как определять, кого я могу взять на чистку, а кого нет? Холодный ум. Благодарю вас. Как мне определять, кого я могу взять на чистку, а кого нет? Что могу убрать, а что нет? И тут она пишет дальше. Понятно, что это зависит от самого человека, но есть ли его намерение таково? Получится ли расторгать контракты и договора? Нет, не получится. Благодарю вас. Одного намерения на расторг, на расторжение договоров недостаточно. Иногда договора несут определенную силу, хотя человек и теряет что-то при этом. Но он получает деньги, славу, знания. Одного намерения не хватает, чтобы расторгать договора. Внутри человек всегда знает, что он хочет остаться богатым и знаменитым. Каждая ситуация уникальна. Я не могу тебе дать вообще ответ. Насчет каждой ситуации уникальной, я тут обязан с вами просто согласиться, потому что здесь очень много факторов играет. И я благодарю вас за этот ответ. Если вы позволите, я могу переходить к следующим вопросам. Позволю. Третий вопрос. Тяну ли я на себя негатив во время работы? Опять несколько вопросов. Как защищаться во время работы и как защищаться от магических ударов и интерферентов? Защищаться своей родной энергией, чувствуя ее и приумножая, закрепляя, делая более сильной, чтобы все негатив отталкивался. Я полагаю, это она может сделать энергией Ориона этим стержнем, который мы надеемся вы активируете еще в конце этого сеанса, если он не активирован. Благодарю вас, уважаемый учитель. Я могу переходить дальше? Да. Руны. Четвертый вопрос. Я понимаю, что это энергии, которыми можно принести и пользу, и вред. Если я работаю светлыми рунами, с чистым намерением и во благо всех, экологично ли это для всех окружающих? Можно ли продолжать работать с ними? И что можно убрать рунами, а что нельзя? Руны несут определенные символы и энергии, которые нужно понимать и уметь работать. Иначе ты можешь еще больше запутать ситуацию. Это одно. Второе. Руны обязательно нужно чистить энергетически после каждого применения. И крупная соль подойдет для этого. Крупная соль. Благодарю вас. Что она может убрать рунами, а что не может? И стоит ли ей работать дальше с ними? Как считает учитель? Я повторю, что руны нужно понимать. Хорошо. И руны могут снимать поверхностные, но не глубинные проблемы. Понятно. Иными словами, не снимает симптом, но не убирает болезнь. Я правильно понимаю? Правильно. Благодарю вас. Я перехожу к следующим вопросам. Для меня немножко непонятно. Здесь вам, безусловно, решать. Итак. Как работают отливки воском? Свинцом? Что можно убрать воском? Что можно убрать свинцом? Магию? Интерферентов? Если да, то каких? Воск убирает нижние вибрации. Венец более высокий. Но опять же, это все поверхностно. Особенно, когда человек не меняется и продолжает жить. Как он живет? Это мы можем подтвердить сотнями примеров из нашей практики, уважаемый учитель. У нас очень много людей приходит из всех. Наверное, со всей галактики уже были. Здесь и кураторы их приходят. И эта проблема действительно... Этот вопрос возникает время от времени. Вот. Вы замечательно на него ответили. Я хотел вас поблагодарить за него. Я перехожу, если вы закончили, конечно, к шестому вопросу. Могу я продолжать? Я принимаю твою благодарность. Продолжаю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Канал Рейки. Что это? Я мастер Рейки. Можно ли работать с этой энергией? Это определенная энергия, чистоты и силы. Можно работать, но ты должен понимать, что это всего лишь часть. Ты можешь работать энергией Абсолюта. Я поясню. Ты можешь представить Рейки как реку. Энергию Абсолюта как океан. Опять же, занимаясь Рейки, надо уметь защищать себя. Иначе ты берешь часть негатива. Так же, как и воск и свинец. Воск и свинец. Я отдельно хотел спросить. Это вообще, как приветствуются или не приветствуются вот такие отливки? Как это воспринимать? Вы просто не видели ни одного учителя или куратора, который говорил, отливаясь воск или отливаясь свинца. Для меня это немножко, поэтому я сказал, немножко странно звучит. Я отвечаю на вопрос. Благодарю вас. Пожалуйста. Не все могут чистить Фетранси. Кто-то начинает с того, что делали люди, не имея доступа к космическому пространству. Это старые технологии Земли. Продолжай. Следующий вопрос. Школа Увэй. Что это? Ее основатель рептилует. Если это негатив, то какой? Это не личный вопрос, поэтому я отвечу обобщенно. Благодарю вас. Школа создавалась как правильные, правильными энергиями, но развиваясь и расширяясь. Куда пришли много разных людей со своими энергиями и пониманием. Изменение бесконечно. Что-то осталось, что-то изменилось, так как люди понимают по-разному эти учения. И они несут свой отрицательный заряд. Благодарю вас за этот мудрый ответ. Здесь вообще нечего добавить. Все понятно. Если вы позволите, я перехожу к восьмому вопросу. Позволь. Боги. Славянские боги. Северный пантеон. Индуизм. Я чувствую свою связь с богами. В чем она заключается? Чем помогает? Что отбирает? Было одних из тех, кто пришел с Сириуса на землю Египта. Для людей, проживающих там. Мы были боги. Это осталось в твоей генетической памяти. Уважаемый Хорос, а можно спросить? Нарисованы на стенах. Когда это было? Нельзя. Ваша история. Закрытая информация. Переделано и переписано. Я не могу сказать точной даты. Я только хотел сказать. Я просто даже хотел спросить причину этой закрытой информации. Почему мы не... Закрытая информация. Не закрытая. Окей. Это переделанная история. Уважаемый учитель Хорос, у меня мой учитель... Я не могу вылазить. Я понимаю. Я хотел два слова добавить. Моим учителем является Архангел Ханил. Он мне сказал один раз на этот вопрос открыть то, что вся ваша история это пазлы, которые разбросаны. Эти пазлы частично уже не существуют на Земле. Очень много было затрачено энергии, чтобы они пропали, и никто не получил полную картину, как это на самом деле проходило или как это было. Вот тебе ответ. Я понимаю. Я просто хотел это озвучить. И для вас... Попозитую историю Земли. Конечно. Я все понимаю. Хорошо. Оставляем эту тему. А вы выглядите действительно так, как на египетских пирамидах был образ нарисован. Это ваша цивилизация? Это можно спросить? Очень похоже. Благодарю вас. Не понял, Вера? Тем не менее, это наша энергия. На Земле мы преобразовывали себя. Делали более похожими на вас. А о пирамидах не расскажете пару слов? Их причина. Конкретно интересует тебя. У меня один единственный вопрос. Для чего они стоят? Какая их функция? Больше никаких вопросов. Сейчас для красоты. Я только хотел спросить. Не для красоты ли они стоят, а вы считали информацию? У них была функция, правильно? И это была функция, наверняка, связанная с энергией. Это была связь с Ириусом. И когда эта связь прекратилась, как я понял, да? Мы ушли. Все понял. Благодарю, уважаемый Хорос. Я благодарю вас за этот ответ. Это не было части вопроса, но это был мой личный вопрос. Я благодарю вас лично. Я перехожу к следующему вопросу. Правильное ли для меня направление обучения гипнозу? Смогу ли я приносить пользу на этом поприще расти и дальше развиваться? Можешь. Мало того, ты поймешь, насколько отливка. Бессмысленно. Я бы не сказал бессмысленно, но отстает. Почему я говорю? Потому что мы этим занимаемся. И она, в принципе, спрашивает о нашей работе. Я ей сказал, что для меня это звучит дико в моих ушах, отливка из воска, когда я могу просто вывести любой негатив из человека одним моим намерением. И моей силой, силой моего слова. И она это может. Без намерений человека никто ничего не может. Это верно. Поэтому нельзя брать, отвечая на вопрос, лады, нельзя брать людей, чьи намерения недостаточны. Если вы позволите, я сделал такое замечание. И последний вопрос. Десятый. Мало намерений, должна быть осознанность. Да. По этой причине мы отказываем половине нашим клиентам. Бхабх. Я прошу прощения, это нужно еще прочитать нормально. Бхагават, гита, йога, васидж, тха. Это литература, которая действительно благоприятна для тех, кто идет по пути духовного роста. Вопрос. Эта литература нужно считать правильно. Не очень много зашифрованного. Если ты можешь ее расшифровать, она несет очень много полезной информации. В целом, это союз ума, знаний и тела, а также холодный ум и достижение высоких энергий природы Абсолюта или Атмана. Все эти слова. И читает ее как сказку, не понимая, что происходит. Абсолютно верно. Мы работаем каждый день с энергией Атмана. Мы понимаем смысл этого всего. Поэтому здесь, в принципе, и даже добавить нечего. Остались заключительные слова. Еще я хочу передать моему куратору, учителю, другу мысли формы с земли. Май, время, когда цветет жасмин. Сочная и густая зелень. Прошел дождь. Воздух чистый и прозрачный. Пасмурно, тепло, мокрая земля, листья, ветра нет, и в воздухе царит благоухание жасминовых кустов. И преподнести моим кураторам и учителям большой букет самых красивых и душистых пионов. Верочка, появляются самые большие два букета с пионами, самые красивые и душистые. И передай, пожалуйста, куратор и учителю от Лады. Но они сейчас как стоят в этой зеленой траве. Букеты получились розовые, белые, смешанные. Уважаемый Хоррис, вы можете объяснить нам что-то, нам с Верой насчет этих пионов? Это вы понимаете, о чем идет речь? Потому что мы не понимаем. Вета отвечает. Вета. Окей. Хорошо. Она говорит, что лепестки этих пионов как как знание один за другим. Вот как надо понимать. В середине ты учишься одному другому и они могут расширяться до бесконечности. Ух ты. Замечательно. Замечательно. Благодарю вас, уважаемый куратор, за этот ответ. Я благодарю вас, уважаемый Хоррис, ведом, за ваши ответы сегодня, вашу помощь. У нас есть, если вы хотите сейчас активировать энергию Ориона в ее биополе, это был бы самый лучший момент. Он как делает пальцем в ее сторону, по спирали водит, и у нее внутри с ног до головы как спираль прошла, и он говорит, что у нее активирована энергия, так как она после чистки сразу вспомнила, кто она. да, так и есть, действительно, она подтвердила, и завладела своей энергией. Уважаемый Хоррис, мы можем сказать, что Лада может с вами попытаться войти в контакт, войти с вами в контакт, вернее, мы можем это ей порекомендовать, зная ваши имена. Он говорит, что в контакте, но теперь она будет знать, кому обращаться, и ее чистота сможет связать у нас в любое время. При этом надо дополнить, что частоты энергии надо каждый день повышать, это я говорю для Лады, чтобы она была в курсе, и тогда все будет у нее нормально. Уважаемый Хоррис, я благодарю вас за эту встречу, за эти ответы, глубокие ответы, очень многие ответы даже меня поразили, вот, я точно так же благодарю куратора Грету за помощь, которую вы сделали нам в этом сеансе, и позвольте, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики, каждому куратору, каждому учителю мы преподносим нашу традиционную корзинку с самыми чистыми ягодами на Земле, это единственный чистый продукт, который остался, все цивилизации со всей галактики с удовольствием берут ее, я прошу вас посмотреть и спросить, хочу у вас, будете ли вы так любезны это принять. И, Верочка, появляются два, две корзинки в твоих руках с ягодами, сами вкусными на Земле. Благодаря за подарки и примат благодарности. Мы благодарим вас сердечно, нам это делает большую честь и очень приятно. И мы рады, первый раз у нас предстоит для Ориона, мы очень рады этому, у нас действительно практически уже все были, кроме Ориона, и вот теперь наконец Орион дошел до нас. И мы очень рады, предавайте в своем мире, мы все, мы рады всегда встретить всех ваших подопечных, до которых вы достучались. Это наша работа, и мы с удовольствием откроем двери, если люди готовы. Я очень рада встрече, и я на связи. Благодарю вас, примите на этом месте нашу искреннюю энергию благодарности от Лады, от Веры и от меня. Я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Да будет так. А так и есть. Рассинхронизируйся, Верочка. Они ушли. Лада, как вам встреча с кураторами и учителем одновременно под впечатлением? Я сейчас наполнена. Да. У нее свет, то есть изнутри полностью она светится таким светом. Какого цвета? Он белый, но он такой как холодноватый цвет. Холодный есть такой белый цвет, да. Вот это энергия Ориона. Холодный белый цвет. И она поэтому говорит, что она сейчас полная и наполнена ощущением, что вот она во весь рост встала, плечи расправлены. Как стержень у нее внутри, который не дает ей согнуться или что-то. Лада, мы закончили вашу чистку. Встреча с куратором будем возвращать вас сейчас назад. Включительно мы проведем еще чистку вашей квартиры, чтобы ничего вам больше не мешало. И для усвоения вибрации и энергии возвращаем тонкую копию Лады в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее каждому органу, каждой клеточке, каждой зеленьки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от Лады и перемещайся к ее входной двери. Один, два, три. Ты стоишь перед входной дверью. И на счет три по всему периметру квартиры устанавливается в зале. рептилоид. Рептилоид, да. Дракон. Грей. Дракон. Дракон. У нее две воронки. У нее неупокойная душа. Неупокойная, хорошо. И у нее энергии какие-то в клетке. и энергии. Разные. А кто низковибрационные где? Нету. Ничего себе. Я еще ни одной квартиры без чертей не видел. Наверное, первая. Хорошо. Под энергиями открывается портал в галактической дроне, улетает в галактической дроне. На переработку закрывай, опечатывай. Растворяй. Готово. Красный дракон. Ты все собрал? На балконе был, он собрал все, да. Понятно. Хорошо. Готов уходить? Готов. Больше в эту квартиру ты не приходишь и в ее биополе. Мы договорились, да? Договорились. Хорошо. Я даю команду на счет три. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. Один, два, три. И он уходит безболезненно на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Рептилоид Грей, вы закончили? Все убрали? Сняли все, да. Благодарю. И я даю команду на счет три. Наверху открывается два портала. Один на частоте рептилоида и один на частоте Греев. Один, два, три. И они забирают все, что они с собой принесли и уходят на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Одна душа неупокойная осталась, да? Да. Хорошо, мы обращаемся к неупокойной душе. Представься, как тебя зовут? Илья. Илья, как давно ты ушел из земной жизни и почему ты здесь находишься? С портала вышел. Ты слышал о том, что мы отправляем, что мы можем портал открыть? Давно ждал. А сколько ты ждал? Можно спросить? Шесть месяцев. Шесть месяцев. Хорошо, Илья, расскажи пару слов о себе и мы откроем тебе портал. Я тебя отпущу, я тебя не буду мучить больше. В смысле, задай какими-то долгими вопросами. Расскажи о своей жизни, когда ты умер, когда ты ушел из этой жизни и почему ты остался на земле? Проколан копьем был. Это когда было-то? Когда ты погиб, сколько тебя нет, вот нет уже. Когда копьем кололи. Это столетия уже, наверное, прошли. Прошли. Илья, что ты делал, чем ты занимался все эти столетия? Воевал. Все понятно. Хорошо. Илья, все, у меня вопросов больше нет. Сколько столетий тебя нет? Хотя бы этот вопрос ответь. Сколько лет ты столетий воевал после того, как тебя копьем пронзили? Четыреста. Илья, тебя все заждались уже, ты понимаешь? Твои родственники, все, кого ты знал. Стал я очень. Все понятно. Хорошо, Илья. И на счет 3 открывается портал, светлый портал. 1, 2, 3. Большой портал открывается. В Чистилище. Илью встречают, все его друзья, куратор встречает, учителя встречает, все, кого он знал, кого он любил. Все приходят его встречать. Он зашел туда и благодарит. Встретили его, Вера? Да, его встретили. Он из портала благодарит. Всего доброго тебе, Илья. Следующая жизнь. Свет любви отца тебе. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готова. Всегда это так затрагивает аж до мурашек. Хорошо, Вера. Клетка пустая? Пустая. Открывается портал галактическое ядро, это клетка улетает в галактическое ядро на переработку и я даю команду на счет 3. Готово. И на счет 3 перемещайся к входной двери. Один, два, три. И здесь. Стоит печать царя Соломона на входной двери? Стоит. Отлично. И на счет 3 отключайся от квартиры. Один, два, три. И поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.